Бразильские страсти. Полис предъявите! Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. В Бразилии вспыхнули акции протеста из-за недовольства результатами президентских выборов. Конфликт обостряется с геометрической прогрессией. Подробности и прогноз далее в сюжете Карины Саяховой. 2023 год начался с самого настоящего государственного переворота в Бразилии. Сторонники бывшего президента Бразилии Жайры Болсонаро 8 января провели демонстрацию в столице против действующего лидера страны Луэда Сильвы. Сотни неравнодушных решили повлиять на ход игры. Демонстрация с требованием пересмотра итогов голосования на президентских выборов в 2022 году привела к режиму чрезвычайной ситуации. По словам эксперта, беспорядки стали большей неожиданностью. Мы видим, что в Бразилии в настоящее время столкнулись политические силы, которые ориентируются на левый социалистический курс и силы, которые ориентируются на правый либеральный курс. И вот противостояние двух сил это выразилось в массовых акциях протеста, которые разразились в январе 2023 года. Противостояние левых сторонников президента Луэда Сильвы и правых представителей либеральной социальной партии, поддерживающей Жаэра Болсонаро, повлекло за собой множество непоправимых решений. На сегодняшний день обстановка в Бразилии достаточно сложная. Объявлено чрезвычайное положение и наложен ряд ограничительных мер на гражданские акции и передвижения по городу. Фигура Д. Сильва в принципе в настоящее время является избранной на законных основаниях и никаких акций, которые бы проводились на международном уровне против его избрания не существует. В целом все признают легитимность его режима, но тем не менее мы можем ответить, что совсем недавно еще политик Лула Д. Сильва находился под следствием по обвинению в коррупции. И на тот период времени ему предъявлялись достаточно серьезные обвинения, но эти обвинения были в 2019 году с него сняты и в последние годы он опять обрел популярность и был избран на третий президентский срок. Противоположная же сторона считает, что президент нарушает закон и тесно связан с коррупционной деятельностью. Протесты сторонников Жаира Болсонару связаны не только с тем, что они исповедуют другие политические взгляды, но и большое значение здесь имеет коррупционный вопрос, потому что они считают, что режим Лула Д. Сильва себя дискредитировал коррупционными составляющими. В Министерстве иностранных дел России осудили зачинщиков массовых беспорядков в Бразилии, отметили недопустимость попыток нарушения конституционного строя страны и выразили поддержку президенту Луле Д. Сильве. Российские дипломаты выразили уверенность, что благодаря авторитету бразильского президента и его опыту государственного управления удастся преодолеть последствия произошедшего. Российская Федерация выступает с осуждением тех протестных движений, которые сегодня проявляются в Бразилии, призывает граждан более спокойным формам взаимодействия с властью. Ну и таким образом мы можем говорить, что в целом осуждения этих протестов говорят о том, что Российская Федерация в целом лояльна к действующему с октября 2022 года политическому курсу президента Лула Д. Сильва. Напомним, в столице Бразилии ввели режим чрезвычайной ситуации до конца месяца. До 31 января функцию управления органами общественной безопасности возьмут на себя федеральные власти. Карина Саяхова, Универньюс. Обязательное медицинское страхование – это некий официальный бланк бумажного или пластикового вида. Но с 2023 года он приобретет вид уникальной электронной системы. Подробнее в сюжете Алины Красильниковой. У любого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования. Он дает право на бесплатное оказание медицинской помощи. Обычно его можно встретить с собой у граждан в пластиковом или бумажном варианте. Но теперь не обязательно иметь физический носитель. Оформить электроны ОМС можно себе или ребенку на портале госуслуги. Оформлять полис ОМС на госуслугах – это замечательная возможность, которая продолжает замечательную традицию интеграции существующих государственных электронных сервисов для граждан в единую систему. Степенно в госуслугах у нас появляются новые и новые возможности. То есть мы там оформляем паспорт, мы платим за услуги ЖКХ и так далее. Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление. В течение одного рабочего дня он будет готов. Детям полис тоже оформляют за один день и потребуются только данные свидетельства о рождении. Что касается доступности на всех смартфонах, я думаю, это временная проблема. Если даже где-то недоступно, то это может быть связано с политиками обновлений. Но на самом деле мне кажется, что электронный полис, вот у нас же с госуслуг был сертификат на то, что подтверждали прививку от ковида. Я думаю, что с электронным полисом это может быть точно так же. То есть можно будет показывать QR-код, который будет для регистратуры ввести на ссылку, где, собственно, полис гражданина может находиться. По-моему, это упрощение бизнес-процесса, связанных с записью к врачу, с визитом пациентов в учреждение здравоохранения и многим другим. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Также пользователь может изменить регион страхования, приостановить или возобновить действия полиса. При этом поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда – без ограничения. Алина Красильникова, Универньюз. Цены на проезд в общественном транспорте столицы Татарстана стали выше. С сегодняшнего дня при оплате банковской карты поездка обойдется пассажирам в 35 рублей. Что важно знать о новых тарифах, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. С 10 января для пассажиров наземного транспорта города Казань начал действовать новый тариф. Цены на проезд поднялись на 4 рубля. Теперь при оплате банковской или транспортной карты билет стоит 35 рублей. При этом цена за оплату наличными осталась прежней. Сейчас основной объем оплат идет именно по банковским картам и транспортным картам. За наличные практически никто не ездит. Поэтому повышение цен в сегменте наличной оплаты никакого эффекта не даст. Одной из основных причин, по информации, представленной на официальном портале города, является повышение цен на дизельное топливо. Помимо этого немалую роль сыграла и инфляция. Специалисты подчеркивают, что факторов много. Повышение цен напрашивалось уже давно. Это связано с общим увеличением расходов перевозчиков. Тут даже дело, наверное, не столько в топливе, как это обычно бывает, а в необходимости увеличивать и зарплату персонала, и увеличивать затраты на ремонт и обслуживание техники. Между тем, стоимость одной поездки по электронному проездному билету на сегодняшний день составляет 25 рублей. Эксперты подчеркивают, что в погоне за выгодой горожане могут просчитаться. Такой билет рассчитан на 100 поездок в месяц, часть которых пассажир может и не совершить. В ближайшее время повысится стоимость проезда и в Казанском метрополитене. Накануне премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление. Маргарита Михайлова, Универньюс. Европу накрывает самый заразный штамм коронавируса – Кракен. Подробнее расскажет наш корреспондент. Ковид-19 атакует человечество теперь уже новым штаммом под названием Кракен. Он появился в США и в начале 2023 года проник в Испанию. Теперь европейцам стоит приготовиться, потому что распространяется вирус крайне быстро. Он не сильно отличается от предыдущего с точки зрения, например, что он также вызывает не самое тяжелое течение заболевания. В то же время у него появились новые мутации, особенно на поверхности шиповидного белка, которые обеспечивают его устойчивость к иммунитету, который выработался в ответ на вакцинацию или в ответ на перенесенную инфекцию. В Европе заражение Кракеном фиксировали уже в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и других странах. Пока что случаи единичные, но европейцам уже стоит приготовиться. Похоже, Кракен способен уклоняться от защитных механизмов иммунной системы и поражать даже вакцинированных и переболевших предыдущими вариантами коронавируса. То есть вакцины все равно, конечно, работают и защищают от инфекции, но их эффективность снижается. И, конечно, мы все ждем новых версий вакцин. Так же, как от гриппа каждый год появляются новые вакцины, которые защищают от актуальных штаммов. Так же, в принципе, со временем мы перейдем к тому, что будут поступать в гражданские обороты вакцины, которые защищают от самых последних штаммов COVID-19. По словам эксперта Казанского федерального университета, опасность данного вируса заключается в том, что всплеск заболеваемости совпал и без того о тяжелом сезонах гриппа и ОРВИ. Что может перегрузить больницы? Амир Ахтемов, Универньюз. Зимняя сессия не за горами. Что об этом думают студенты Казанского федерального университета, узнаем далее. Зимняя сессия не за горами. Потому что надо переключиться, начать все учить. Все сдать на пять, надеюсь, без доп-сессий и все будет хорошо. На самом деле было очень сложно, потому что я на заочном обучении и очень сложно заново переключиться на учебу, забыть вообще про то, что до этого ты целыми днями был дома, работал и снова нужно ходить на пары. Ну, конечно, сложно. Это вот с Нового года, с праздников переключиться на работу. Но я вот начала уже готовиться, поэтому думаю, все будет хорошо. Нет, не сложно, потому что мы проходили все это время практику и мы работали все это время. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!